Правительство и меценаты помогут завершить народную стройку. Накануне сенатора Дагестана Сульман Керимов посетил духовно-просветительский центр имени пророка Исы, где в сопровождении главы региона Сергея Меликова и муфтия республики шейх Ахмад Афанди Абдулаева ознакомился с ходом строительства грандиозного социального объекта. Подробнее в сюжете Хамзонова Магомедова. Сульман Керимов впервые лично посетил духовно-центр имени пророка Исы, мир ему. Здесь сенатор встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. Внутри административного здания они обсудили вопросы завершения строительства грандиозного объекта, в котором принимают участие как обычные граждане, так и крупные меценаты. Сегодня мы попросили нас собрать здесь на площадке строительства Центра Духовного, потому что Сульман Мусевич принял решение поучаствовать, можно уже сказать, в завершении строительства на том этапе, на котором мы сегодня находимся. Он помогал, он неоднократно помогал, он участвовал, просто различного рода ковидные и международные ситуации мешали, как бы в этом плане, динамичные и постоянные помощи оказывать. Поэтому мы хотели сегодня с вами обговорить возможности по оказанию помощи в строительстве Духовного Центра. Мы разговаривали полгода назад, просто здесь сдвинулось, поэтому мой долг остался перед нашей дагестанской умой, чтобы это завершить и была достойная мечеть, которую мы там начали строить. И спасибо вам за то, что мы можем в этом принять участие. И надеюсь, с помощью Всевышнего мы закончим все вместе. Со своей стороны я скажу от имени мусульман и не только, в целом от имени жителей Дагестана. Мы вам, Сергей Альимович, мы благодарны, потому что то, что вы находитесь здесь, и уже третий раз вы здесь присутствуете и беспокоитесь, это очень многого стоит. И Султана Байбулатовича и вас, Султана Байбулатовича, Хазрия Нагомедовича, это вы люди высокого уровня, и то, что завершит, конечно, с горами отведет, это очень тяжело. Мы вам благодарны, просим Аллаха, чтобы у вас все было благополучно. И с сегодняшнего дня, если вот так вместе с совместными усилиями мы начнем, я думаю, перед нами проблемы не будут. В духовном центре Сулейман Керимов также встретился с паломниками, а именно родственниками погибших военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Они поблагодарили организаторов хаджа за поддержку и за предоставленную возможность посетить святые места. Пусть Всевышний примет то, что вы сделали в тысячекратном размере. Пусть Всевышний даст вам благо, руку шедрости, здоровья. И хочу также выразить муфтиаду, потому что те, которые организаторы наши были, руководители. Благодаря им нам все это получилось. И благодаря их помощи. Также хочу подчеркнуть Сергея Алимовича. Наверное, ни в одной республике нет руководителя. Мы обсуждали, не там, здесь. Мы обсуждали, Сергей Алимович, что вы приходили, когда вы приходили соболезновать, когда вы нас вызывали, что это было искренне. Мы это чувствовали. Лица от всех, матерей особенно. Нам, наверное, не выразить их, но я думаю, вы прочувствуете. А чувство – это самое главное. И мы каждый это прочувствовали, говорили. Наверное, не было которого человека, который не сделал за вас дуа. Дуа за Дагестан. Дуа за мир. Пусть будет мир. Пусть будет барракад. И пусть каждая мать, каждый человек, который потерял близкого мать, отец, жена, сестра, найдет успокоение. И пусть научатся отпустить, начиная с меня. Вам всех благ. Да, Аллах, крепкого здоровья. И дальше продолжайте жить. Чем можем, если мы тоже поможем, поддержим. Спасибо большое. Спасибо большое. Завершение строительства духовного центра запланировано на 2025 год. Самый крупный объект здесь – мечеть имени пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Она будет вмещать более 20 тысяч верующих. Отметим, что в конце прошлого месяца Сергей Меликов также озвучил план привлечения более 300 миллионов рублей из внебюджетных средств на возведение комплекса.